Бендеры Вот еще пример улицы Котовского, тоже Бендеры, от центра 10 минут пешком. Частный сектор, большинство домов ухоженные, а рядом руины. Вокруг много мусора и сухостоя. Эти дома, которые вот за вашей спиной, как давно они уже в таком состоянии, как давно они заброшены? Лет 15-17, как умерли старые хозяева. Некоторые съехали, дети, которые остались, тоже все разъехались, и так эти дома и остались заброшенные. Ульяна живет в доме по соседству. Каждый день перед глазами вот такая картина. Это все падает к нам в огород, и это очень сильно меня волнует, так как у меня трое детей. Потому что они везде бегают, везде лазают, и не дай бог какой-то шифер съедет там, или саман упадет. Но это очень сильно опасно. Не дай бог какой-то сильный дождь или ветер, и все попадает. Придется нам это все разгребать. Госадминистрация Бендер обратилась к собственникам заброшенного дома. Вот копия извещения, надо сделать ремонт. На исполнение полгода. Письмо отправили еще в апреле 21-го. Ответа нет. Дом продолжает разрушаться. Что делать с такими заброшками? Механизм в законе вроде бы есть. В случае жилых домов меры предусмотрены в Гражданском и Жилищным кодексах. Если собственник не следит за домом, не живет в нем, постройку через суд можно выставить на аукцион. Объекты продадут, а деньги отдадут владельцу. Но сначала собственнику предлагают провести заброшенный дом в порядок. Как, например, здесь. Улица 40 лет МССР в Бендерах. После извещения из госадминистрации на доме владелец отремонтировал крышу, окна, фасад. Претензий больше нет. Но почти всегда проблема в том, что собственника найти трудно или просто невозможно. А если здание не жилое, тут еще сложнее. По нежилым помещениям аналогичной нормы, к сожалению, нет. И нам приходится задействовать немножко другие рычаги. Работает экологическая милиция в рамках соблюдения правил благоустройства города. Составляются протоколы на тех лиц, которые не обеспечивают необходимый уход за объектами, собственностями, за облагораживанием территории. Затем мы еще обращаемся в службу государственного надзора, которая тоже понуждает собственников к проведению тех или иных работ. Ну, в частности, вот пример можно привести того же самого здания речного вокзала. Дело находится в суде в настоящее время, где по предписанию службы госнадзора собственник обязан провести ряд мероприятий. Он должен застеклить окна и закрыть дверные проемы. Ну, пока речной вокзал выглядит вот так. Здания разрушаются. Город не может ничего там сделать. По закону это невозможно. Мы прорабатываем различные механизмы. Мы совместно с городским советом подготовили и законодательную инициативу. Она находится на рассмотрении в Верховном Совете в честь возможности изъятия земельных участков, которые используются не по назначению и выкупе объектов недвижимости. Ну, и, соответственно, с собственником разговаривали в части и выкупа здания тоже. И как он идет на встречу? Пока нет. А это тоже центр Бендер, Кирова, 74. Когда-то здесь была нотариальная контора. Потом 15 лет здание пустовало. Сама постройка начала 20 века разрушалась. Два года назад у дома появился новый собственник. И все изменилось. Появился новый собственник здания, который на сегодняшний день проводит его реконструкцию. Как вы видите, заменены уже стеклопакеты, поставлены двери, проведена электропроводка. Начата замена крыши. Сейчас, как видите, здание находится в более-менее лучшем состоянии, чем находилось до этого. Ну, и работа продолжается только начало. Продолжается, да. Здесь работы будут капитального характера и продлятся они длительное время. Террасполь, пересечение улицы Мира и переулка Театральный. Вот рядом с жилыми домами уже много лет возвышается вот этот скелет здания. По словам местных жителей, стройка здесь началась еще в 90-е, но быстро заглохла. Вот сами видите, в каком находится все состоянии. Во-первых, у нас тут туалет был общественный. В этом здании, да? Да, вот заходят туда, в туалет, кто куда, туалета ж рядом нету. Постоянно. Была вонища. Мы уже и писали, и звонили, и выступали, поставили вот эти вот решетку. Все равно пролазят, все равно ходят. Потом детвора бегают. Несколько раз было, что скорую вызывали, разбились. В общем, это дом как свалка. Еще пример из столицы. Балка. Внутри жилого массива заброшенный котлован. Когда-то здесь собирались строить торговый центр. Сменилось несколько владельцев, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Очень трудно проехать, когда машины стоят у забора. Ну и много бездомных людей живут там, под забором, и детей очень много там находится. Ну, гуляют, в смысле? Гуляют, да, да. Некоторые случайно падали в котлован. В Террасполе более 40 таких объектов, говорит глава города Олег Довгопол. Недостроенные кафе, магазины, многоэтажки, заброшенные предприятия. Все это портит городской вид. Люди жалуются, а проблему в большинстве случаев пока не решить. При всем при этом многие из них оформили объект, незавершенный строительством, получили право собственности на этот объект. И на сегодняшний день фактически эти объекты являются заброшенными. И законодательного механизма регулирования этих правоотношений между государством, либо городом и собственником нет. При этом очень много поступает жалоб от жителей города Терраспол, от гостей нашего города. На неделе вопрос ветхих зданий обсуждали на совещании у президента. Вадим Красносельский ранее поручил главам изучить вопрос на местах. При Верховном Совете создали рабочую группу. Вот что говорят. Наша задача найти объективные критерии, по которым можно было бы обратиться в суд о принятии решения в отношении того или иного объекта. То есть, опять-таки, это техническая, возможно, как один из вариантов, техническая экспертиза того или иного объекта. Насколько оно там несущие конструкции, опасность представляют, пожаробезопасность, техникобезопасность. То есть, очень широкий круг тех факторов, которые будут применяться. Потому что мы должны максимально уйти от возможной субъективности. Потому что мы должны соблюдать интересы не только государства и города, но и частного лица, владельцев. Потому что если этот баланс будет перекошен в сторону власти, скажем так, то под благими намерениями сегодня мы можем дать инструмент в руки нерадивого чиновника, который начнет злоупотреблять. Этого нужно избежать. Тем временем, в столице есть случаи, где вопрос сдвинулся с мертвой точки. Как пример, недостроенная девятиэтажка по текстильщикам. Это строение на сегодняшний день фактически перешло в собственность банка за долги. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы передать эту собственность в город Террасхольск с компенсацией соответствующих затрат и попытаться его достроить. А в Бендерах начали восстанавливать пушкинскую аудиторию. Ее открыли в 1902 году. Здание историческое. В начале 20 века здесь проводили публичные выступления и слушания. Во время Первой мировой был лазарет, который в 1916 посетил император Николай II. В советское время здание разместили в шелкомотальную фабрику. Потом производство перенесли, и здание пустовало. После войны 1992 года крыша была отчасти пострелена. Где-то начались подтекания, протекания, обрушения кровли. И сегодня мы пришли уже к тому, что в этом здании было опасно находиться в силу того, что конструкции ветхие могли обрушиться. Сейчас аудиторию ремонтируют за счет европейского гранта. Есть проект. Исторический вид сохранят. Появится еще один объем, то есть мансардный этаж. За счет этого будут увеличены показатели этого объекта, объемно-планировочные. Изменится его внешний вид, потому как он должен быть восстановлен именно в максимальном приближении к тому, чем являлся и какой облик имел этот объект. Ремонт запланирован на три года. В Бендерах надеются, что в будущем решится и проблема с речным вокзалом. Он и другие заброшенные дома обретут новую жизнь. Ремонт запланирован на три года.